На торжественном построении перед курсантами и гостями первым выступил начальник Института береговой охраны контр-адмирал Владимир Белков. Я бы очень хотел, чтобы сегодняшний праздник всеми был воспринят как личный праздник, праздник военно-морского флота. Почетным гостем мероприятия стал мэр Анапы Сергей Сергеев. Он поздравил моряков и их семьи с Днем Военно-морского флота. Пользуясь сегодняшним днем, сегодняшним праздником поздравить и поблагодарить за ту работу, которую вы проводите на территории города. Приветствовал собравшихся и Анатолий Капонов, председатель Совета ветеранов, почетный гражданин города-курорта. Анатолий Максимович сам много лет отдал службе на море. После торжественного построения пришло время воспитанникам Института береговой охраны продемонстрировать свою удаль и спортивную закалку. Начались традиционные соревнования по трем морским видам спорта – гонки на ялах, эстафете по плаванию и перетягиванию каната. В перерывах между этапами выступали коллективы художественной самодеятельности. Еще одним торжественным и символичным моментом стал подъем Андреевского флага на пограничном сторожевом катере «Мангуст». Предшествовало этому небольшое централизованное действие. На пирсе появился Петр I и зачитал указ Боярской думы. Морским судам быть! Какой же праздник без угощения? Прямо на пирсе моряки развернули полевую кухню и угостили всех гостей и участников праздника традиционным фронтовым обедом – гречневой кашей с мясом и чаем. Итоги заключительного этапа спартакиады были подведены и победители получили награды.